Каких высот можно добиться, об этом мы спросим у того, кто на верном пути. В рамках программы Big Love Message сегодня очень интересные диалоги происходят. А всё почему? Потому что у Светланы Феменовны сегодня гость. Дмитрий Рубин, самарский хип-хоп музыкант. Дима, ещё раз привет тебе. Привет, ещё раз. Мы беседуем сегодня на тему, как вы, друзья, пробиваетесь по коленой лестнице, какие там припоны, подводные камни имеются. Дима, расскажи, во-первых, о своей деятельности. В каком жанре ты выступаешь? Как тебе пришла в голову мысль вообще петь? Ну и всё, что с этим связано. Как ты начал свой путь? С чего и как? Вообще, я работаю в стиле хип-хоп. Такой современной тенденции в хип-хоп музыке я пропагандирую. В моём творчестве, как бы в голову угла стоит мой образ здорового парня, такого качка, который пропагандирует ЗОЖ. Те, кто не понял, здоровый образ жизни. Да, здоровый образ жизни. Вот, почти в каждой песне у меня есть какая-то агитация на занятия спортом, вот, чтобы мой месседж, он был правильный. То есть я пропагандирую именно правильное мышление, правильный образ жизни и позитив. Вот. Как я начал вообще заниматься музыкой, это было давно, это было ещё в школе. Да, в школе ещё было, я решил покорить девочку. Написал стихи, на листочек прям, ой, на паре, на уроке написал какой-то стих. И начал ей... И начал ей просто читать рэпом, да, короче, всем понравилось, и я потом поехал на студию, взял с собой друга, который что-то там пел, он спел припев к этой типа песне, и так появилась моя первая песня. Ну и что, девочка-то соблазнилась. Девочка вообще просто посыпалась. Как обычно это бывает, когда мужчина творчески подходит к делу, это же очень-очень важно. Ну да. Ни за какие деньги не купишь такое отношение, это 100%. Дим, как тебе пришла в голову мысль, да, такая, что вот хип-хоп направление самое актуальное, ты как-то думал, может быть, какие-то другие направления, как ты в твою жизнь тоже врывались, но... Вообще, я просто на этой музыке вырос, вот, то есть я начал вообще любить музыку лет, наверное, с 7, вот. И уже, как бы, лет в 7 мне начали нравиться именно такие какие-то зарубежные песни, то есть это были, там, конец 90-х годов, и всякие паблик, Эннами, Тупак даже, то есть я уже в 10 лет слушал Тупака Марушакура. Потом появились такие Доктор Дреев, Фифти Сент, Эминем, и на этой музыке я вырос, она прямо у меня в крови. А вообще сейчас я меломан, слушаю абсолютно все, просто развиваю ту музыку, которая мне идет от души. Прекрасно. Друзья, задавайте вопросы, скоро сыграем в рубрику «Верю, не верю». Про Дмитрия Рубина узнаем что-нибудь новенькое. Какой-нибудь косячок. Ну, или, или наоборот, продвиг, может быть, ты совершил тихо. Кстати, возможно, да. Вот, я в этом совершенно почему-то не сомневаюсь, что ты можешь, потому что внешность у тебя такая, как у Геракла. А Геракл, впрочем, был героем не только народным, но и Багаеву тоже любили. Но сейчас не об этом, друзья. Запомните телефон 979-8787. Если есть свободная минутка, звоните Дмитрию, ответьте на все ваши вопросы. Также сегодня в рамках Big Love Message мы рассуждаем на тему, как удается вам, друзья, достигать успехов в карьере и взбираться по карьерной лестнице. О препонах и о том, что мешает молодому артисту, у Дмитрия Рубина мы узнаем совсем скоро, после небольшой паузы. Это Big Love Message. Услышимся. Адам Ламерт всегда с придыханием. What do you want from me? Такой вопрос женщине лучше не задавать. Вдруг ответ вам не понравится. Зато вам понравятся и ответы, и вопросы в рамках программы Big Love Message. И это точно, потому что здесь всегда интересные беседы и много хорошей музыки. А также у нас сегодня в гостях самарский музыкант, хип-хоп-исполнитель Дмитрий Рубин. Димочка, здравствуй еще. Привет еще раз. И мы беседуем сегодня вот на какую тему. Как вам, друзья, удается по карьерной лестнице взбираться наверх? Скоро будем читать все. Вики.ком слэшла Продюс Самара. Отсюда с этого ресурса можно нам позвонить. 979-8787. Есть у нас подарки. Дима пришел с парами пригласительных на два лица на презентацию. А вот сейчас Дмитрий нам и расскажет. Презентация нового альбома. Называется «Тестостерон». 28-й мая Ярбар. Мая Ярбар. Все верно вроде бы сказал. Да, все правильно, абсолютно. Дим, как этот альбом родился? Что нам ждать? Что там внутри? Хорошо, сейчас расскажу. Что люди должны от этого получить? Какую информацию? И почему такое название? Во-первых, начну с твоего последнего вопроса. Почему тестостерон? Потому что это я. Я человек тестостерона. То есть у меня полно энергии. По мне видно, что во мне много тестостерона. По себе очень видно. Да. И я в этот альбом как бы вложил все то, к чему я пришел за всю свою жизнь. То есть там высмеиваются моды современных девочек и мальчиков, утрированная таким юмором, ну, с точки зрения такой иронии. То есть я высмеиваю некоторые моменты, которые мне просто непонятны. Зачем, например, делать очень сильно много количества селфи в Инстаграме, притом каждый раз вот одинаковые фотографии. Есть темы, которые высмеивают, кстати, качков. То есть много парней, которые ухаживают за собой, они делают это излишне педантично и становятся похожи уже больше на девочек. Это я тоже высмеиваю. Потом в этом альбоме как бы посыл на здоровый образ жизни, на позитивное мышление и на цельность, на успех. То есть то, что у тебя все получится, надо, главное, быть собой. И что могу добавить, я не играю там. То есть это не образ. Я реально такой, какой есть вот в этой музыке. Все от сердца идет. Да. Все, ничего наигранного, все вот как думаю, так и пишу. Что ж, друзья, 28 мая. Около 8 вечера сбор в Ярбаре. Да. Тот, кто примет участие сегодня в программе, поучаствует в розыгрыше «Верю-не верю», факты о Дмитрии. Да уж. Будете угадывать, правда-неправда, тот пойдет абсолютно бесплатно туда. И столько у нас есть, ну, два розыгрыша на два лица. Участвуйте, и будет вам счастье. Скажи, пожалуйста, Дима, какие черты твоего характера помогают тебе добиваться успеха в жизни? Ну, может быть, друзья тебе говорят, ах ты упрямец там, или ах ты там такой-сякой. Вот у тебя такая есть черта, которая может быть отрицательная, да? Но она тебе помогает в жизни. Ну, я, вот ты правильно заметил, уже я очень упрямый. То есть, многие друзья мои мне говорят, что, Диман, слушай, если бы столько было бы фактов против того, что ты делаешь, ну, на нашем месте мы бы уже давно бросили. Я не такой человек, я если задаюсь целью, я обязательно ее достигаю рано или поздно. Вот, наверное, это моя главная черта, я вот упертый. Иногда, кстати, это бывает даже в минус. Но все-таки я считаю это более положительной чертой. Особенно для мужчин. Мужчин должен быть упертый. Обязательно. И чего бы это ни касалось. Особенно девушке приятно. Да, девушке очень приятно. Когда не просто ты не хочешь, а ты настаиваешься и добиваешься своего. Друзья, настоящий мужчина мечта. У нас сегодня в гостях Лафрадио. Прервемся ненадолго. У нас небольшая рекламная пауза. Звоните, пишите. vk.com. Лафрадио Самара. Также платный смс-ресурс его номер 5533. В начале СЛР. Далее пробел и текст сообщения. А Йоба показывает, что счастье случается в любом месте и в любое время. Главное на это не рассчитывать. И тогда оно обязательно появится в твоей жизни. Мы появляемся в твоей жизни тоже абсолютно по расписанию. Ну и, конечно, с приятными гостями. Светлана Фимина, зовут меня. У меня сегодня Дмитрий Рубин в гостях. Это хип-хоп-исполнитель, музыкант Самарской Самары, Самарской губернии, примыкающей территории. Вообще, можно сказать, человек мира уже скоро будет. Человек все. Человек все. Сегодня мы беседуем над тем, как же удается прорваться по коренной лестнице, задавать свои вопросы. Дмитрий, у меня тоже, Дим, к тебе вопрос. Давай. Ответь нам тоже. Какие припоны есть, когда молодой музыкант пытается показать, что он может? Наверняка есть разные-разные подводные камни, которые тяжело обойти. С чем ты столкнулся? Вообще, самый, наверное, главный, как ты говоришь, припон. Кстати, для меня новое слово, припон. Самый главный припон, который даже до сих пор у меня сталкивается, это организация всего рабочего процесса, который касаемо пиара. То есть молодому артисту, если он только начинает свой путь в творчестве, ему очень сложно пиариться. И знаешь, с чем это связано? С ленью, с ленью. У меня есть куча знакомых, творческих людей, там, они пишут песни, они снимают видео, но дальше стены ВКонтакте у них это не уходит никогда. Вот. У меня такая же проблема была, наверное, где-то полгода назад. Я как проект существую меньше года всего, и первый мой клип, который мы отсняли там буквально за один день. На телефон. Да, почти на телефон, ну, так, образно говоря. Я просто выложил себе на стену ВКонтакте, и он сейчас набрал уже около 1 миллиона просмотров. Это было там меньше, чем полгода назад. Но я понимаю, что если бы я вложился больше, просто больше энергии в пиар, именно вот этого момента, именно вот этого клипа, то было бы побольше. Так, но первый подводный камень – это пиар. Что люди ленятся о себе рассказать просто другим людям. Да. Что еще? В организации, может быть, концертов и так далее. Что у всех есть какая-то схема отработанная, да, ничего нового они не хотят. Вообще, по поводу организации концерта, это все-таки менеджмент. То есть у каждого артиста должен быть свой менеджер, грамотный, продуктивный, и который знает свое дело. Зачастую у молодых артистов такого просто нет. У меня с этим проблемы, к счастью, больше нету, но там буквально несколько месяцев назад… Она была. Она была, притом она стояла в голову угла, наверное, всего моего творчества. Господи, меня зовут выступать, боже мой, мне надо составить там все условия, по которым я должен работать. Бороду в конце концов причесать. Бороду причесать, волосы помыть, поесть, поспать там. Все такие дела. О, комплексные мероприятия. Комплексные мероприятия, да, ты права. Когда артистам, ну, тяжело все вместе делать, когда особенно у тебя начинается плотный график, когда тебя заметили и уже начинают звать. И ты думаешь, как же, за что мне в первую очередь хвататься? Вот, кстати, сейчас у меня такой период в жизни, когда много всяких движняков. То есть каждый день я где-то… Вчера я выступал в филармонии, сегодня я сижу на Лаврадио. Да, ну-ка расскажи нам о том, что же это за проект такой из филармонии. Доносились звуки хип-хопа. Да, вчера, наверное, был такой феномен в самарской истории, если можно так сказать. Вчера был отчетный концерт Юлии Денисовой, 30 лет на сцене она. То есть это моя хорошая подруга. Кстати, с недавних времен хорошая подруга, мы с ней познакомились. И как-то решили сделать такой творческий микс. Она поет джаз, блюз, поп, потрясающий голос. Это уровень России. Вот. И мы совместили это с хип-хопом. То есть вчера на сцене филармонии мы исполняли песню «Бривида Феллина» Адриана Челентана. Она пела итальянский припев, а я читал русский хип-хоп-текст. Ну как, аплодировали вам с той? Да. Браво. Браво. Горяча. Ну, что же, это, можно сказать, большой успех. Да, я считаю, что это... Выступают большие артисты, и ты туда попал. Значит, ты тоже большой артист. Ну, я буду знать, надеюсь. Значит, некоторые подводные камни тебе удалось обойти. Конечно. Друзья, слушайте нас. Мы прервемся надолго. Можете уже звонить. Кстати, будем играть в игрушку. Две пары пригласительных у нас есть. На два лица на презентацию нового альбома Дмитрия Рубина в ресторане «Ярбар» 28 мая. Ждем всех в 20.00. Запрещено для детей. Соответственно, звоните. Конечно. Если нас сейчас слышите, слышите мой бодрый призыв. 979-8787. Сыграем в игрушку «Верю-не верю». Проверим вашу интуицию. Месяч. Говори 30 секунд. Я знаю, что мы... Там все, я снимал наушники. Нет, там вставляется. Короче, было не очень. А пока им не выступает на волнах 106.6 FM в рамках программы «Big Love Message» «Streck on the good, the bad, the crazy». Гость программы «Big Love Message» Дмитрий Рубин доламывает аппаратуру. Представьте себе. Да, тестостерон так и прет просто. Так и прет. Развалить наушники. Дим, ну, вот ты такой весь крутой. Ты и спортом занимаешься, и заставляешь людей в себя верить. Скажи, есть ли у тебя помощники? Ведь невозможно все делать самому, как мы уже выяснили. Кто тебе действительно помогает, и кто является твоим вдохновителем? Может быть, муза у тебя есть? Или это какой-то образ такой из прошлого, из далекого прошлого, да? Кто является, может быть, твоим кумиром, наставником? Есть ли такие люди? У меня есть своя команда людей, которые мои единомышленники, которые со мной процентов, наверное, на 80 за идею. То есть у нас взаимовыгодные условия, они мне помогают как друзья, помогают как партнеры. Не могу не отместить, конечно, моего видеооператора, который всегда со мной, кстати, даже в данный момент. Даже в данный момент он нас снимает. Евгений Дахин, Джедай Студио. Ребята, самый крутой видеооператор на свете вообще. Творческий подход, все супер. Также... Реклама пошла. Реклама пошла. Вот. Также, конечно же, не могу не отметить моего стилиста, Ирина Учава. На каждом концерте у меня свой гример и человек, который занимается моей одеждой. То есть у меня есть своя одежда, есть человек, который мне рисует на лице брови, там что-то подводит, чтобы я был совсем красивый. Чтобы себя видно было даже из галерки. Даже из... Вообще из галерки, из самой, да. Вот. А по поводу вдохновителя, да, конечно же, такой человек есть. У меня есть муза. Оставлюсь у него инкогнито. Вот. Но... Кто-то тебя хочет, Дим. Отлично. Видимо, муза услышал. Видимо, муза услышал. Сейчас будет ругаться. Где ты? С кем ты? Что ты делаешь? Да, что ты делаешь? Алло, здравствуйте. Убавьтесь, пожалуйста, или лучше выключить приемник и представьтесь. Что-то, да, что-то. Очень много. Отойдите подальше. Как вас зовут? Леша, очень приятно. Леша, ну что же, хочешь выиграть пригласительные билеты на два лица на презентацию в Ярбар? Нового альбома. Там будет действительно весело. Что ж, тебе придется ответить вот на какой вопрос. Правда ли, что в 18 лет Дим Рубин познакомился с девушкой по интернету, может быть, по Аське даже, уехал к ней в Питер, так, тайком от родителей. Как ты думаешь, мог он так сделать? Или не способен? Скрывался от родителей, но все-таки к девушке приехал. Все правильно. Так все и было. Оставайтесь на линии, мы тебе расскажем, как, куда прийти, и как сесть за свой заслуженный историк, точнее, за его половину. С кем пойдешь? За Дима. Все правильно сделал. Оставайся на линии. Буду вам рад, очень сильно. У нас есть еще две пары пригласительных, точнее, одна пара пригласительных на два лица, друзья. У нас еще есть один факт про Дмитрия. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя профессиональные мечты? Ну, губу раскатывать можно сколько угодно далеко, правда? Нам никто не мешает. Кстати, сейчас я тебе очень хорошо отвечу по поводу раскатывания губы. И всего этого такого. И куда ее можно раскатать, да. Скажи, есть ли у тебя какая-то цель, с кем бы ты хотел спеть из отечественных и зарубежных исполнителей? Смотри, поскольку я всегда люблю эксперименты, собственно, концерт с Юлей Денисовой, мне кажется, это очень сильно подтвердил. Я бы очень сильно хотел записать совместную песню, например, как бы это странно ни звучало, с Филиппом Киркоровым. Так, с Королем. С Королем отечественной поп-музыки. И, конечно же, конечно же, я бы очень хотел посотрудничать с любым артистом с Black Star, потому что, ну, у нас формат очень близкий. И, в принципе, в недалеком будущем это вполне возможно. Попасть в ротацию ради твоей мечты. И, кстати говоря, да, мы с вами уже говорили, я даже как-то... Вот, было дело. А по поводу раскатывания губы и дальнейших планов. Так, расскажи что-то интересное. Да. Вообще, я считаю, что если губу не раскатывать, то можно, в принципе, дома сидеть и ничего не делать. Так. И, соответственно, планы мои, это уже выход на российский рынок такой обобщенный, музыкальный. В последнее время я начинаю выезжать уже в другие города, даже в другие страны. Вот. И, соответственно, вот развивать эту схему с пиаром за территорией Самарской области и России. То есть выходить уже на более такой широкий уровень. Вот. И концертные площадки Москвы, моя конечная цель именно в России это «Крокус Сити Холл». Вот. Большой концерт? Большой концерт «Крокус Сити Холл». И в планах это годик через полтора сделать. На разогреве 50 cents. 50 cents на разогреве у меня. Ну, это, конечно... Может быть, может быть. Может быть. Но я поговорю. Ну, это о том, к слову, о раскатывании губы. Друзья, как у вас получается добиваться успеха по карьерной лестнице? Как вы заползаете, забегаете или залетаете туда? Скоро все прочитаем. Вот Антон спрашивает. Скажите им, где послушать может быть твои творчества? Вот такой вопрос ВКонтакте. Ага. Мое творчество можно послушать ВКонтакте. Соответственно, найти паблик, он называется Дмитрий Рубин. Также ввести в аудиозаписях. И мое творчество есть, в принципе, вообще везде в интернете. Вводите в Яндексе, в Гугле, где угодно Дмитрий Рубин. И там выходит список моих песен, клипы. У меня 4 видеоклипа, которые можно увидеть на Ютубе. И, конечно, хорошим разговором у нас сегодня в гостях Дмитрий Рубин. Это самарский хип-хоп-музыкант, исполнитель. Мы продолжаем беседовать. У нас рубрика «Верю-не верю». Ася, приветствуем, Дим. Да, конечно. Ася, здравствуй. Привет, Ася. Что ж, Ася, у меня есть такой короткий вопрос. Как ты думаешь, Дмитрий Рубин? У него, оказывается, он мастер спорта по шахматам. Веришь? Нет. Почему? Как так? Почему? Ну, не верит, Дим, ну, не верит. Может, я гений. Я не верю вам, не верю. И все правильно делаете. Ася, этому человеку можно, конечно, доверять, но с осторожностью, когда дело касается шахмат. Посерьезнее спортом Дима увлекается. Хотя серьезнее шахмат, что может быть в плане серьезности? Конечно. Оставайся на линии, расскажу, как ты свой подакт заберешь. Билет на два лица на презентацию альбома «Тестостерон» в Ярбаре 28 мая. Мы тебя ждем за столиком, два места за тобой. Трубку не клади. Дима, ну и, конечно, у нас совсем немного времени остается, чтобы пообщаться. Давай пригласи уже всех на презентацию своего нового альбома, чтобы побольше народа пришло и чтобы было покруче. Окей. Дорогие мои слушатели, вообще все слушатели города Самары и прекрасного, прекрасного радио, лав радио, да, как я оговорился. Я приглашаю всех вас на презентацию моего альбома «Тестостерон», который пройдет 28 мая в Ярбаре. Я всех вас очень сильно жду. У меня для вас есть отличное шоу. Вам понравится. Там будет очень круто. Будет много приглашенных артистов крутых. Будут классные, красивые люди. Все будет пропитано атмосферой здорового образа жизни, позитивных мыслей и будет просто офигенная атмосфера. Я всех вас жду. Спасибо, Дим. Я, в свою очередь, благодарю тебя, что пришел. Приходи к нам еще. Окей. Ну и желаю тебе всяческих творческих успехов. Тебе тоже. Друзья, это Лав Радио. С вами был Дмитрий Рубин и Светлана Фомина в рамках программы Big Love Message. Чао и до скорых встреч. Пока.